Мы хотели продолжить разговор на темы творчества, потому что, обратите внимание, на переднем плане разговора у нас все-таки то, чего мы не понимаем про творчество. И самая грустная часть этого разговора – это то, что следует дальше, за экстазом встречи, о котором мы говорили на предыдущей лекции. И тут, на самом деле, возникает огромное количество проблем, всяких разных проблем нашего времени. И хотя, вроде бы, на первый взгляд, это к зависимости имеет мало отношения, я хотел вас спросить, как вы думаете, почему только в последние годы, ну, наверное, в последние лет 10, стала проблемой, стала обсуждаться, как никакая другая болезнь в средствах массовой информации, и вообще вошла в большую моду анорексия у женщин. – Наташа, это не смешно. Почему, скажи мне, девушки добровольно отказываются от еды и голодают? – Если речь идет о добровольном отказе, я думаю, потому что хотят выглядеть красивее, хотят соответствовать тем стереотипам, которые предлагает им общество. Ну, в общем, мы так, наверное, это все время и рассматриваем. Но вместе с тем, они же не стремятся соответствовать этим стереотипам, они почему-то эти стереотипы пытаются превзойти. И, в общем, давайте говорить честно и откровенно, на фоне этого становятся, мягко выражаясь, некрасивыми. Потому что, ну, женская красота все-таки, все-таки, правда, имеет какую-то чувственную природу. Женская красота должна быть сексуальна. Ну, по крайней мере, таков стереотип. Возможно, я не прав. Анорексия некрасива и далеко выходит за пределы традиционного 90-60-90 фотомоделей. – Возможно, они создают себе еще искусственную границу личности, то есть они слишком их зажимают. – Кого? – Свои собственные границы индивидуальности. А еда тут при чем? Границы индивидуальности, ну, я бы сказал, как, как, ну, не подходи ко мне. Да, границы индивидуальности, ну, если хотите, самое простое представление, это личное пространство. Границы прикосновения. Вот, ближе, чем на метр, ко мне не приближайтесь. Все? – А еще так же то, с чем вы себя ассоциируем. То есть если человеку нравятся какие-то вещи, и он ими представляет себя перед другими, то с помощью них он так же себя представляет. То есть тоже часть индивидуальности. она представляет себя, эта девушка, которая отказывается есть, или там… – Ну, то, что она свою форму считается главным. – Форму. Ну, опять, это же… Ей же все вокруг, все уже сказали. Врачи, мама, папа, молодой человек, бывший, молодой человек настоящий, молодой человек будущий. Все сказали, что это некрасиво. Ну, как может быть? Ну, красив ли скелет? – По-своему, да, но в каком-то таком первозданном, очищенном виде все-таки от мяса. Правда, концлагерь некрасив. Воль. Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь очень по-многому свою негативную роль играют средства массовой информации, которые показывают худых моделей, и на подиумах мы видим очень худеньких девочек. И это, безусловно, за этим стоят определенные модные тенденции, да, на женщине худой одежды смотрится лучше, это вот со сцены, да, с подиума какого-то, да. Ну, я просто немножечко договорю, есть еще, то есть, ну, всем известные палеолитические Венеры, да, которые были стандартом женской красоты с древнейших времен, и всегда была мода на определенные стандарты женской красоты. В какой-то момент были... Палеолитическая Венера – это другая крайность, да, скажем так. Ну, в средневековье были модно-архетичные дамы, там, скажем, специально выбривали череп, там, и так далее, да. То есть, ну, вот здесь, мне кажется, в собственном тоже играет большую роль. Пьет одну рюмку водки раз в две недели, на дне рождения, юбилея, там, на всяких разных событиях. Ну, возможно, максималистам, конечно, придет в голову его ругать, но в наше с вами поле зрения он не попадет никаким образом. – Да, правильно, да. – Правда? Как бы и останется в стандарте вот этой контркультуры, которая на работе требует от него выпить за день рождения начальника, иначе могут уволить, ну, сочтут не свои. – Коллегиальность. – Как бы, поэтому нас всегда интересует что-то, что происходит за гранью, ведь это вот происходит за гранью. Ну, как сказать, есть некоторые фотомодели, я небольшой специалист, поэтому можно не буду называть фамилии, которые меня пугают. – Ну, подавляющее большинство фотомоделей, мне, старому человеку, да, вот из всех сексуальных органов у немолодого человека остаются только глаза, поэтому моим глазам нравится, да, честно. И мы же обсуждаем то, что слишком, то, что за границей, ну, как девушка весит 21 килограмм при росте, скажем, метр шестьдесят пять, метр семьдесят. Ну, это практически грозит летальным исходом, это, в общем, опять не имеет никакого отношения к стандарту культуры. Валя, чего происходит? – Ну, мне кажется, целый комплекс проблем здесь считается, во-первых, что касается стандартов красоты и того, как они навязываются в обществе. В любом вот искусстве, если произведеть эволюцию, развитие искусства, есть некие периоды расцвета, когда идеал достигает своего пика, есть периоды упадка, эти периоды чаще всего называются манилистическими, манилистическими направлениями. – Вот, в некотором роде, анлексия – это манилистеризм модельного идеала, то есть это вырождение модельного идеала. – Я хочу сказать, что манилистеризм – замечательное слово, спасибо, правда, богатое слово. Я хотел бы что сказать. Нас же интересует, почему это происходит. Я к чему? Я к тому, что, вне всякого сомнения, вот, для девочек, да, ну, я думаю, что вы все со мной согласитесь, это есть средство самовыражения. – Искусственно навязываемое? – Сейчас неважно. Ну, понимаете, это вообще очень сложное понятие, хотя я с ним согласен, искусственно навязываемое. Мы о нем говорили в прошлый раз, и я хочу сказать, что мы сплошь состоим из искусственно навязанных вещей. Да? Я одет в этот костюм, потому что костюм искусственно навязан мне обществом. Валя одета в красивый свитер, в красивый свитер, в модный свитер, да, потому что он навязан ей обществом. Возможно, это общество и мода, ну, скажем так, не ультрасовременная, она предпочитает там стандарты 60-х, 70-х. Но все равно сказать, что то, во что мы одеты, это исключительно наше проявление. Даже если женщины пытаются максимально пользоваться принципом, как у Шанель, носить то, что им нравится, все равно они выбирать-то могут из того, что навязывает общество. Правда? Вот как-то так. Здесь, мне кажется, другая ситуация. Потому что здесь речь идет о абсолютном и безусловном правде. Мое тело – это то, чем я абсолютно и безусловно владею. И поэтому это мой полигон для творчества, моя возможность творчества. Почему? Говорите об Алексея. Что-то это верование, это не о том же, или нет? Нет. Сейчас я попробую объяснить, потому что мы не сможем сегодня повернуть татуировку. Хотя, пожалуйста. Но я хочу сказать, что очень важно понять про творчество, поскольку телесное творчество, точно так же, как одежда. Это, несомненно, тем не менее, вид творчества. Гораздо более сложный вопрос, почему он приобретает патологические черты. Вот я тут делаю цикл передач по антиутопии Улдаса Хаксли «О дивный новый мир» она называется. Такая славная книжка, которая описывает, ну давайте скажем так, для простоты, будущее потребительского общества. В этом обществе люди размножаются в центральном инкубаторе, женщины больше не рожают, а секс, в частности, используется для того, чтобы получать удовольствие. Просто общество удовлетворяет голубую мечту современных мужчин, как бы в полном объеме. Ну и, в общем, это общество живет для того, чтобы потреблять и развлекаться. Ну вот, каким-то странным образом оказывается, что в этом обществе появляются люди, которые пытаются этому сопротивляться. Надо сказать, что принято в этом обществе воспринимать жизнь позитивно, радоваться, а не грустить, и стремиться получать удовольствие. А для тех, кто этого делать не умеет, это общество придумало безвредный наркотик. Мечту, опять же, современного молодого человека в романе, он называется «Сома». И как только появляются грустные мысли, эти люди пьют «Сому». И таким образом круглосуточно чувствуют себя полностью удовлетворенными, и живут радостно и с удовольствием. Но вот среди них почему-то тоже в этом обществе появляются люди, которые хотят творчества, хотя далеко не сразу в ходе романа это так называют. И во всяком случае, они называют такое положение вещей рабским. И вот, послушайте, каким выводом приходит один из героев. Я маленькую цитату позволю себе прочитать. Два комментария. Первый. Вот первый важный комментарий. Тут используют слово «пневматично». Это лучший комплимент девушкам. Я могу сказать, Оля, очень пневматично. Так приятно, пожалуйста. Пользуюсь языком Хаксли. Ну вот, в совместный полет на вертоплане парочка улетает в романе. Они сели в машину, цитирую я. Вертоплан дернулся, взлетел. Все говорят, что я ужасно пневматично. Задумчивым голосом сказала Линайна, похлопывая себя по бедрам. Ужасно пневматично, подтвердил Бернард, но в глазах его мелькнула боль. Будто о куске мяса говорят, подумал он. Линайна поглядела на него с некоторой тревогой. А не кажется тебе, что я чересчур полненькая? Нет, успокоительно качнул он головой и тяжело вздохнул. Я ведь как раз в меру? Бернард кемнул. По всем статьям хороша? Абсолютно по всем, заверил он и подумал. Она и сама так на себя смотрит. Ей не обидно быть куском мяса. Линайна улыбнулась торжествующе, но, как оказалось, прежде времени. И все же, продолжал он, помолчав, может быть, все бы могло у нас вчера кончиться по-другому. У них вчера все кончилось сексом, который очень понравился обоим. По-другому? А разве бывают другие концы? Я не хотел, чтобы кончилось у нас вчера постелью, уточнил он. Линайна удивилась. Ну, хотя бы не сразу, не в первый вечер. Ну, чем же тогда мы бы с тобой занимались? В ответ Бернард понес несусветную и опасную чушь. Линайна мысленно заткнула себе уши поплотнее, но отдельные фразы то и дело прорывались в ее сознание. Попробовать бы, что получится, если застопорить порыв, если отложить исполнение желания. Слова эти задели, как будто некий рычажок в ее мозгу. Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня, с важностью произнесла она. Нам это внушали. Двести повторений дважды в неделю с четырнадцати до шестнадцати с половиной лет. Сухо отозвался на это он и продолжал городить свой дикий взор. «Я хочу познать страсть», – доходили до Линайны фразы. «Хочу испытать сильное чувство». «Когда страстями увлекаются, устои общества шатаются», – молвила Линайна. «Ну и пошатнулись бы, что за беда». Но Бернарда, простите, было не унять. «В умственной сфере и в рабочие часы мы взрослые, а в сфере чувства и желания – младенцы». «Меня осенило на днях, что можно быть взрослым во всех сферах жизни». «Не понимаю», – твердо возразила Линайна. «Знаю, что ты не понимаешь. Поэтому-то мы и легли сразу в постель, как младенцы. Они повременили с этим, как взрослые». «Но тебе же со мной было славно», – не уступала Линайна. «Ведь было же славно». «Еще бы не славно», – ответил он. «Но таким скорбным тоном, с такой унылостью в лице, что весь остаток торжества у Линайны улетучился. Видимо, все-таки я показалась ему слишком поумненькой». Конец цитаты. Простите меня за эту художественную вещь, но она, мне кажется, очень точно объясняет, что происходит. Встреча, экстаз встречи, о которой мы говорили, является исходной точкой тем, что порождает творчество. Но он порождает и еще одну вещь, вещь на самом деле абсолютно обязательную. Вот в романе «Олдос и Хаксли» использовано замечательное слово «застопорить». А на самом деле эта вещь является ограничением. Ну, если вспоминать Данте из предыдущей, опять же, лекции, то, наверное, он мог бы любить десятки женщин. Но для того, чтобы случилась божественная комедия, новая жизнь и вообще все то, что случилось в творчестве Данте, он ограничил себя любовью к Беатриче. И застопорился, как сказал бы Бернард. Вообще, надо вам сказать, что мы говорили об одном из главных аспектов творчества, которое все понимают, которое удивительно просто, по сути, своей. Понятно, что творчество – это создание нового, создание новых форм. И я не случайно начался с анорексии. Ведь проблема творчества – не быть, как все. Проблема творчества в том, чтобы быть абсолютно оригинальной, другой. Не такой, как мои подруги, как мои родители, в первую очередь. Один из главных лозунгов подростков всех времен, и наших времен в частности и особенностей, это лозунг «Я не хочу быть такими, как родители». «Я не хочу проживать вашу жизнь». И все поколения молодых людей на это имеют право. Я хочу сказать, что в потребительской культуре, в первую очередь, в той культуре, в которой мы живем, и в той культуре, в неком идеале, мечте, в которой оказался герой у дивного нового мира, у Досы Хаксли. Так вот, в этой культуре на самом деле есть только два способа творчества. Один из этих способов – потреблять больше и лучше, чем другие. А второй – потреблять меньше или не потреблять вообще. Еще раз, обратите внимание, вовсе не случайно анорексия, как массовая проблема, появляется у нас в стране на расцвете потребительской культуры. Мы считаем, что это все чушь, философия, до тех пор, пока это не упирается в беду наших детей, наших дочерей, в частности. Что они делают? Они пытаются отрицать потребительское общество, в прямом и непосредственном смысле этого слова, самым простом, потребляя меньше. Что пытаются делать подростки, которые курят спайсы? Они совершают некоторое ограничение. Они говорят, мы не будем пить вашу подешевевшую водку. Мы будем потреблять по-другому. Вот вам все три варианта творчества внутри потребительского общества. Я либо потребляю больше, чем другие, я богат. Я потребляю больше женщин, больше алкоголя. Помните, да, вот это чисто количественный спор старшего поколения, кто больше выпьет. Я потребляю больше шмоток, больше автомобилей, больше курортов, больше яхт, больше пароходов, не знаю, заводов, газет, пароходов. Больше гостиниц Англитер. Как бы или я, как Бернард, отказываюсь от потребления и этим пытаюсь отличаться от других, резко отличаться, быть другой, возникает этакая тяжелая штука, которую можно назвать с некоторой натяжкой, конечно, бессмысленным аскетизмом, аскетизмом, лишенным содержания. По сути, как говорит Бернард, никакого содержания не нужно. Он же ведь тоже не понимает, да? Он пытается просто сделать наоборот. Вот общество говорит, тебе нравится девушка? Пожалуйста, да? Секс – это доступное удовольствие, люди свободно договариваются друг с другом. Если едут куда-то гулять, летят, конечно, это фантастический роман, то это обязательно заканчивается сексом. Они делятся друг с другом комплиментами, кто пневматичный, кто не пневматичный и так далее, и так далее, и тому подобное. Вдруг выясняется, что единственное, что я могу противопоставить, очень грубо и просто. Родители чаще всего считают абсолютной ценностью еду. Ну, что-то типа пожрать есть, значит, живем хорошо. Стол полон, значит, все отлично. Как бы… Это незаметно, но мы обсуждаем, да? Вот кошмар инфляции. Нечего будет жрать. Правда, первое, что мы говорим друг другу? Ну, может быть, не в сирии, не в таких грубых терминах. Оля как-то, наверное, эстетичнее выражается. Ну, не суть. Вот. Но в действительности это же так. И тогда детишки говорят, ну, в общем, я не хочу заботиться о жратве. Вы, вот-вот для вас главная ценность – жрать, а для меня будет что-то другое. Я не знаю, что. Но не это. И чем больше, например, в беседах родителей с ребенком, родители говорят и упрекают, мы тебя кормим, а ты? Мы столько потратили денег на твою еду, на твое питание. Чем больше такого рода фраз звучит, тем, естественно, вероятнее анорексия. На самом деле я всегда говорю, что это самое… Бернард абсолютно прав, опять же. Это самая ранняя детская форма творчества. Мы называем ее капризом. Когда ребенок бросается едой и кричит, это, в общем, означает, что он впервые выражает себя. Он впервые, может, способен выразить себя, не принимая то, что ему дают другие. Вот вы, чем я отличаюсь от вас? Вы вот это едите, а я эту гадость жрать не буду. Я не буду. Это я, я помню очень хорошо, как меня пытались вставить в колготки, буквально встряхивая. Я был упитанный и такой, да. А я чуть ли не извивался, вот так переворачивался на этих колготках советских, знаете. Да, чтобы их не одевать, потому что я до сих пор помню, какие они были, как они меня чесали. Как это, чесучие какие они были, я до сих пор помню. Вот, а что это такое? В общем, несомненно, я выражал себя таким способом. Надо сказать, что вообще этим можно ограничиться. В смысле, ты не понимаешь, разве я могу выехать сегодня на улицу на этом Мерседесе? Это ровно то же самое. Вот в чистом, кристальном потребительском обществе, да, он действительно не может выехать в прошлогоднюю Мерседесе на улицу, потому что, что же о нем подумают-то? Это же кошмар какой-то. И это и есть тот самый детский каприз, тот самый способ самовыражения. Одни осуществляют свое творчество, называя его оригинальностью, тем, что пьют только определенные сорта водки. Если пить, то белогу. Хотя, в справедливости ради, спирт с глицерином, с водой, ну, в общем, да. Для этого вообще существуют престижные товары. Это способ самовыражения. Я вас уверяю, что проклятые спайсы, эпидемия которых, обратите внимание, наверное, не случайно начинается с эпидемии, ровно тогда же, когда начинается эпидемия анорексии. В начале 2000-х, когда вот это самое истощение девочек вдруг приобретает массовый характер. Почему? Ну, потому что это способ самовыражения. Тот, который я уже называл. У нас нету, как бы, я не буду входить в опьянение так, как входили в опьянение родители. Я это делаю по-своему. Я не буду жить на те жалкие гроши, что родители зарабатывают. Я буду перепродавать спайсы и в день зарабатывать по 1000 долларов. Я бы все-таки не стала рассматривать анорексию. Вернее, я рассматриваю анорексию как аутоагрессию, безусловную. Аутоагрессию, а агрессию, направленную на себя. И здесь во многом, в том числе и татуировки, да, потому что это в первую очередь, на мой взгляд, это аутоагрессия. А вот капризы, да, это демонстративный характер поведенческий ребёнка, да, когда он просит внимания, не хочешь по-доброму, я из тебя выбью по-плохому это, да, там, швыряться игрушками, что-то ещё. Или заниженная самооценка, скажем так, кого-то, да, когда он не может в Мерседесе. Я бы всё-таки несколько разграничивала бы эти моменты. Пожалуйста, вы для себя разграничиваете. А я можно, как я думаю. Окей, вы босс, как скажете. Я хочу сказать не про босса. Я хочу сказать, что в том-то вся и проблема, что мы как-то эти моменты разграничили, и в отдельных моментах ничего не поняли. Ну ничего, запутались окончательно. Ну это на мой взгляд. Поэтому я, может, пытаюсь распутать, а может запутать ещё больше. Ну, в любом случае, некая точка зрения не помешает. Потому что, вот обратите внимание, то, что вы сейчас делаете, я почему позволяю себе вас прерывать? Потому что вы оцениваете. Вы рукой мастера оцениваете. Нет, 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 нет. Я говорю о своих чувствах. Вы знаете, Александр Геннадьевич, я бы на вашем месте не стала. Вот, ну, это же я вас не сужу. Да, да, да. Я пытаюсь объяснить. Я пытаюсь объяснить, что в действительности тогда нужна система аргументов по каждому отдельному случаю. По разнице между ребёнком, который капризничает в колготках, и мужчине, который капризничает по новому автомобилю. Вот если мы опускаемся чуть-чуть поглубже под внешнее описание явлений, мы вдруг начинаем обнаруживать общее. И тогда начинаем понимать, что с нами происходит. А если мы пользуемся чисто описательными терминами, слово «демонстративный», например, ни в коем случае не подходит к описанию поведения ребёнка вообще. А, на мой взгляд, тогда придётся использовать термин, наверное, истерический. А это будет ещё сложнее, поскольку это естественные стороны детского поведения. Они никак не являются чем-то патологическим. Более того, для нашего общества, если брать общественную норму, поведение человека, который говорит, я в этом «Мерседесе» на улицу выехать не могу, тоже не является ничем демонстративным. Это для нас с вами. Я бы не назвала это демонстративным, но я бы сказал, что это вопрос самооценки, да? Нет, а самооценка, вот понимаете, да? А самооценка – это что такое? Самооценка человека может быть не слишком высока у человека. Послушайте, вы же психолог, да, Ольга? Да, да. Где находится самооценка у большинства людей? Всё вот здесь. Нет. Самооценка, я имел в виду ваш текст, самооценка большинства людей находится чуть ниже среднего уровня. Люди себя обычно оценивают чуть хуже, чем середину шкалы. Поэтому у нас у всех самооценка чуть ниже. Вот в чём дело. И поэтому эти критерии никак не подходят. Приходится копать глубже. Я бы просто раскраничила вообще бы, в принципе, эти вещи, поскольку анорексия и вот… И разграничиваете. А я не встану. Хорошо. Сегодня, хорошо? Да, да. Потому что вы мне хотите сказать, анорексия и, скажем, приём наркотиков – это вещи принципиально разные? Нет. А я вам хочу сказать нет. Нет, они абсолютно схожи. Аутоагрессия? А я вам хочу сказать нет. Да. Это не аутоагрессия. Аутоагрессия, мы можем с вами об этом размышлять, это опять слово, которое снова требует расшифровки в некоторые чувства. Проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что аутоагрессия – это опять оценка. Если я курю для того, чтобы снять стресс, я вовсе не занимаюсь аутоагрессией. Однако, если специалист по курению мне скажет, ну как же так? Ты куришь и ухудшаешь собственное здоровье. Ты бессознательно занимаешься аутоагрессией. Для наркоманов прием наркотика – это не агрессия, это удовольствие. Как только он начинает понимать, что это аутоагрессия, зависимость как таковая прекращается. Есть проблема. Она очень проста. Она заключается в том, что вообще человек систематически никогда не повторяет то, что ему не нужно. Если он это делает, значит, ему это зачем-то нужно. И нужно ему это вовсе не потому, что он хочет прекратить жизнь. Это сторонний наблюдатель, очень умный, не курящий, не пьющий, ни сидящий на диете, ни занимающийся до измождения спортом. Такой позитивный цветочек такой, гламурный. Он, конечно, может это оценить как аутоагрессию. Но на самом деле, если смотреть с другой стороны на этого гламурного, который ведет абсолютно правильную жизнь, то это тоже окажется аутоагрессией. Потому что он вот этот, который стремится найти правильную и золотую половину, он неожиданно оказывается слабоумным, он все правильно знает, ничего не чувствует, относится ко всему позитивно. На самом деле, я сейчас напрягусь и скажу, это гипоманиакальное состояние. А гипоманиакальное и маниакальное состояние – это вещь куда хуже аутоагрессии и депрессии. Потому что я ничего из себя не представляю, а чувствую себя пупом земли. Я еще ничего не успел сделать, а мне кажется, что я уже сделал все. Я иду через дорогу, и мне кажется, что я могу распихивать своими железными натренированными плечами автомобили. И это вдруг выяснится, что существенно опаснее, чем все то, что мы называем аутоагрессией. Это такие слова. Просто игра в слова. Потому что для того, чтобы про свою аутоагрессию, могу судить только я. И вы знаете, девчонки-то с анорексией, они, между прочим, куда раньше обычно, чем наркоманы на каком-то грани веса. Они начинают к врачам ходить и говорить, вот я не могу, а врачи отказываются их лечить, потому что не понимают, что происходит. Это целая проблема. Сейчас мы туда дальше не пойдем. Ладно? Хорошо? Хорошо? Понимаете, какая штука? Я все время пытаюсь объяснить, что повесить ярлык никогда недостаточно. Никогда недостаточно слова аутоагрессия, чтобы что-то объяснить. Надо понять, что это такое. Недостаточно тяжело повздыхать о творчестве. Потому что я вам, знаете, что хочу сказать? Я вам хочу сказать, что то, о чем мы говорим, почему я так возмутился, собственно, и является аутоагрессией. Потому что творчество – это не позитивный и не гламурный процесс. Это страдание. И облегчение в жизни человеку оно не приносит. И это вторая проблема, о которой я хотел поговорить после ограничения. Ну, вот давайте возьмем... Кого мы возьмем? Альберта Джакометина возьмем. Хорошо? Вот. Ну, на самом деле, это все хитро, потому что я буду цитировать Ролла Мэя, который занимался психологией творчества, и почему вспоминает книгу Джеймса Лорда. А Лорд – это друг Альберта Джакометти, замечательного художника 20 века, легендарного, я бы сказал, который позировал, портрет которого рисовал Джакометти, который ему позировал. И вот, что пишет Лорд. Поскольку мы были старыми друзьями, то были друг с другом вполне откровенны. Лорд описывает, вы обратите внимание на фразу, панический страх и те страдания, которые вызывало у Джакометти каждая встреча с другом, который ему позировал. Часто оказывалось, что когда Лорд приходил в мастерскую, чтобы позировать, Джакометти еще в течение получаса или больше с мрачным видом заканчивал что-нибудь из скульптуры, буквально боясь приступить к рисованию. Когда же он приступал к работе, его страх проявлялся открыто. В какой-то момент, пишет Лорд, Джакометти начинал тяжело дышать и топать ногой. Не могу, кричал он. Твоя голова исчезает, совершенно исчезает. Сейчас вернется, в шутку сказал я. Джакометти замотал головой. Вовсе не обязательно. Полотно может остаться совершенно чистым. Что тогда со мной будет? Это меня убьет. Он полез в карман, вытелал носовой платок, некоторое время бессмысленно смотрел на него, не понимая, что это такое. А затем со стоном бросил его на пол. Он долго молчал, а потом внезапно громко закричал. Я кричу! Наконец-то я могу кричать! Вот в другом месте Лорд пишет. Думая, что разговаривая с моделью во время работы, он хотел оградить себя от постоянного страха, причиной которого была неуверенность в том, что ему удастся перенести на полотно образ, возникающий в его воображении. Этот страх часто выражался в меланхолических вздохах, раздраженных возгласах, спорадических вспышках гнева и разговорчивости. Он страдал. В этом нет никакого сомнения. Джакометти работает с огромной энергией, отдается работе целиком. Необходимость творить практически никогда не дает ему ни минуты покоя. Конец цитаты. Понимаете, в чем дело? Мы в нашей культуре что-то для меня субъективно, очень значимое и очень важное перепутали. Вся проблема в том, что творчество это не только экстаз встречи. Я встретил Олю и влюбился в нее. Меня скрутило. Страсть пронзила меня. Стрела Амура. Я перестал спать на чай. Дальше мне надо решать, что делать. У меня есть только два выхода. Я могу поступить как Данте. Унести с собой бессмертный образ воли, заморозить его в себе и страдать всю оставшуюся жизнь. И это тяжело и страшно. Я могу поступить по-другому, попробовать поухаживать за Олей. Давайте я напишу по-другому. Я напишу эту фразу так. Я мог когда-то раньше все бросить, поухаживать за Олей. Однако это тоже страшно. Она же заморочит мне всю голову своей аутоагрессии и чем-то какими еще тем. Мало того, что мое мировоззрение изменится, но может измениться, по крайней мере. Но я, если речь идет о таких потрясающих дамах, как Оля, то я, по всей видимости, должен буду изменить всю свою жизнь. Ну там, я не знаю. Оля скажет, что я не так пахну, не так хожу. В общем, у меня мало денег, мне придется менять работу. Ну в общем, да, встреча такого рода вообще изменяет человеческую жизнь, если она воспринимается, эта встреча, серьезно. И я этого боюсь. Я не хочу менять жизнь. Вся проблема в том, что для художника все то, что мы говорили в предыдущей лекции о встречах и о встрече как о чем-то, что изменяет жизнь, для такого художника, огромного художника, правда, как Джекометти, вне всякого сомнения, это каждая встреча с моделью, с человеком или вещи, которую он рисует. И это своего рода аутоагрессивное поведение. Настоящий художник с точки зрения современного общества, по крайней мере, вот этого мейнстрима безумен, потому что он ограничивает себя своим объектом реальности. Сейчас в данном случае даже не важно внешней реальности или внутренней. И дальше следует страдание, потому что между нами есть барьер. Барьер не только телесный, на самом деле. Это гораздо более сложный барьер. барьер, выраженный в представлениях о словах, их внутренней форме и аутоагрессии. В частности. Но, между прочим, в действительности этот барьер преодолеть гораздо труднее, чем телесный. Если я правда Олю люблю, я буду пытаться понять, откуда растут ноги и пойму, что они растут от тоже некой попытки ограничить себя. Ограничить себя каким-то набором вузовских представлений. Не идти глубже, не тревожиться, потому что каждому специалисту надо найти вот этот набор слов. Но проблема в том, что именно этот набор слов вызывает выгорание. А когда человек начинает поглужаться вглубь, начинает понимать, что мы ищем не те ограничения, все время не те. А выгорание проходит, потому что там остается целая бесконечность, тайна, простор для творчества. Почему? Давайте попробуем еще раз объяснить. Есть два типа ограничения. Первый тип это набор лекарств против страха. я боюсь, что меня Оля не примет, Наташа не примет. Ищу девушек позговорчивее. Точнее говоря, просто подешевле. я прихожу, еду на Ярославку, там меня выставляют в ряд, я прикидываю себе по деньгам, и все. По крайней мере, раз в год, правда, ко мне обращаются мужчины с зависимостью. они говорят, мы можем жить только с проститутками. Я тут, говорит мне один, в прошлом годе, не в этом, в прошлом. Ему 58. Женился, наконец, представляешь, доктор, на 22-летний. Красивый я, ноги от ушей. Ну, в общем, пневматичная. А спать с ней не могу. А с проститутками, пожалуйста. И это не аутоагрессия. Я не могу спать с женой, потому что я понимаю, что жена это что-то большее, что-то принципиально большее, чем пневматическая игрушка для секса. В чем она большее, я не понимаю. Ну, такая же по внешнему виду. Ну, совершенно. Ну, я не понимаю. Я не понимаю, я заплатил за нее дороже, чем за полк проституток, а она меня все равно не слушается. уверяю вас, это не аутоагрессия. А это ограничение. Это попытка за свои деньги упиваться собственной властью. Он же, этот же человек, рано или поздно начнет пить, принимать наркотики, делать что-нибудь еще. По одной простой причине, он так никогда и не поймет, чем жена или там любимая женщина отличается от проститутки. наша самая страшная беда, что мы вот эти простые и естественные внутренние чувства даже описать не можем. Мы их описываем с помощью химии. Вот, понимаете, в чем дело? я пытаюсь объяснить, что вот этот самый выбор спайсов или, как сейчас красиво говорят, дизайнерских наркотиков, это еще более дешевый и простой вариант покупки проститутки. Это своего рода ограничение, но только ограничение, которое, в отличие от подлинного творчества, не предполагает страдания. Здесь есть очень важный нюанс, потому что вот, как только я, в прошлый раз мы рисовали эту картинку, она кого-то привела к Новому году. Вот, и это хорошо, и это правильно. А я хочу сказать, что тут есть очень много удивительных вещей, которые мы не хотим понимать. Ну, например, мы продаем психологические тренинги и покупаем психологические тренинги практически как наркотик, такой психологический. и поэтому все больше правы становятся те люди, которые говорят, что тренинг и секта это почти одно и то же. почему? Встреча с любимой женщиной, с тренером, с духовником это некоторое средство, которое помогает человеку обнаружить себя, но обнаружение себя практически всегда связано с трудом и страданием. Мало просто ограничить, нужно еще упорно пытаться обнаружить внутреннее содержание во всем этим. Знаете, как помочь? Ну, правда, я далеко не всегда тоже получается, именно потому, что это свойство культуры. Но как только девушки пытаются как-то выразить вот эту свою потерю веса, как-то выразить, как-то нарисовать, как-то написать или осмыслить ее как духовную аскезу, их удается вытащить из анорексии. Как только мы начинаем описывать, даже описывать свои собственные чувства, это практически всегда связано со страданием. Это трудно, это требует знать язык, знать язык чувств. Есть удивительная совершенно штука, связанная с тренингами, она давным-давно описана, описана она в 70-х годах и тогда были такие в большой моде, такое было движение трансцендентальной медитации, ТМ, Махариши Махеш йоги. а мы потом, кстати, в России новые в 90-х годах столкнулись с массой абортивных таких похожих практик. так вот, так вот, что интересно. Были, было довольно большое количество интересных очень исследователей именно творческого процесса. Среди них был такой Фрэнк Барон, который тест придумал очень интересный не знаю, стоит ли в этот раз. Ну, в общем, позволяющий ему и ряду его соавторов оценивать творческий потенциал. Так вот, выяснилось и потом выяснялось многократно, так как этот эксперимент многократно воспроизводился, что после трансцендентальной медитации творческие способности у людей ни в коем случае не возрастали. Они в ряде экспериментов падали довольно существенно, а в ряде экспериментов, ну, по крайней мере, оставались на уровне средних значений. Почему я сейчас не об отрицательных сторонах трансцендентальной медитации, это отдельная история, об этом можно много говорить. Я сейчас о том, что сама по себе медитация, глубокое погружение в себя, это мощная релаксирующая процедура, успокаивающая, гармонизирующая, раскладывающая по полочкам некоторую ситуацию внутреннего стресса. на самом деле, я много раз пытался объяснить, что опьянение любое в культуре играет роль заменителя медитации, подмены медитации. Там, где медитации являются общенародной практикой, как в Индии, там мгновенно практически, то есть, ну, да, там про Индию мгновенно, это я хорошо сказал. Там потребность вообще в любых наркотических веществах и в алкоголе несравненно ниже, чем во всех остальных культурах. Но проблема заключается в том, что медитация, алкоголь, наркотики это лекарство против страха. А творчество это движение навстречу тому, чего ты боишься, тому, в чем ты не уверен. Я влюбился в Олю. Либо я рискую, все бросаю и меняю себя, самовыражаюсь через встречу. И мы с Олей рожаем кучу детей и их воспитываем и так далее и так далее. Или если я не рискую этого дела, но я правда переживаю встречу с Олей как встречу, то я всю жизнь рисую, пишу стихи. Или пытаюсь забыть Олю. тихи. Но тогда это все что угодно, но не творчество. Творить я могу только двумя способами. В обоих направлениях меня ждет труд и страдание. Одно жизненное, второе направление Данте. реальная Беатрича не дарила ему стихи. Это он мучился, страдал и во имя ее создавал что-то. А мы пытаемся собственно говоря взять и заменить творчество химической медитации. И считаем, что она в ответ без всякого страдания, с позитивным настроем как-то само в голове произведет какой-то взрыв. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Было очень интересно, замечательно. Спасибо вам.